Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск касается каждого, новая порция трешника, которую мы с вами все вместе любим. Спасибо, что лайкаете, комментируете, и у нас сегодня выпуск «Животное отношение». Ну что, вы готовы? Проверьте подписку на канал, и мы начинаем. Может ли быть счастливое детство в хлеву? Трехлетнюю Валю и ее новорожденную сестру Вику нашли в сарае для скота на окраине Кривого Рога. В этом полуразрушенном загоне они жили, предположительно, в полу... Что не выпуск? Касается каждого, тот рощняк какой-то. Что ж ты будешь делать, блин? Ужас какой, блин, вы серьезно? Везде эксперименты животных. Вонь страшная, картина была ужасная. Куча навалена бутылок, хлама разного. О девочках стало известно совершенно случайно. Их мама, 25-летняя Алена Шевчук, пришла в местную больницу, чтобы оформить новорожденную дочь. Новорожденный ребенок должен лечь на обследование. Специалист наш приехал вместе с ней в больницу, где она категорически отказалась от госпитализации. Забрала ребенка и убежала с больницы. Врачи вместе с милицией и соцработниками бросились на поиски матери. А когда нашли ее, были просто в ужасе. Месячная Вика лежала в старом тряпье, а на теле трехлетней Вали не было живого места от побоев. Я тут, конечно, замажу и так далее. То есть, ну тут вкратце, что я вижу, это просто жопа вся. Ребенка в жестких ударах. Синяках, я не знаю, шлангом ее били. Я не знаю, чем ее били. Просто детская задница ребенка. Ну это решето просто. Мама девочек скрылась в неизвестном направлении, как только увидела непрошенных гостей. Наши журналисты разыскали семью Алены Шевчук. Оказалось, что бабушка и дедушка ничего не знали о том, что произошло с дочерью и внучками. Почему Алена предпочла свиноферму родительскому дому? В студии «Касается каждого» мы попытаемся выяснить, какая судьба ждет спасенных детей и надо ли им знать страшную правду о своей матери. Тема эфира сегодня – животные отношения. И у нас в студии медсестра, которая узнала о новорожденной Вике, первая подняла коллеги, милицию на поиски малышки. Галина Пасечник у нас в студии. Здравствуйте, Галина Нестеровна. Здравствуйте. Во-первых, хочется сказать вам спасибо за то, что вы неравнодушны. Как вы узнали о детях Алены Шевчук? Ну, раньше эта мама не проживала в районе нашего обслуживания. 19 мая мама была доставлена в амбулаторию к нам на скорой помощи из Широковской центральной районной больницы. Из чего мы узнали, что мама родила на дому ребенка. Где она не объясняла. Домашние роды. Где это произошло. Была заведена карточка, вот как бы амбулаторная карта была заведена, которую нам привезла, вот в больнице привезли эту карточку нам, Широковская ЦРБ. И была запись, что мать с ребенком через 4 часа после родов была доставлена в первый городом города Кривого Рога. Было указано, что у ребенка переохлаждение было. Ну, все необходимое там ребенку сделали. Они там находились, по-моему, 3 или 4 дня находились там, где она категорически отказалась дальше находиться. Сказала, что она будет с ребенком находиться в той больнице, где она прописана, значит, в Широком. И было решено ее перевезти туда. А вот маму вы увидели. Какое впечатление она на вас произвела? Вас что-то насторожило в ее поведении, в ее отношении к детям? Вы знаете, что вообще 34 года я проработала и прожила как бы на этом участке. У нас там есть и социальные семьи. Но такое мы первый раз увидели. Даже посетители выходили. Господи, а что же вы такое увидели? Увидели то, что мама сама, во-первых, что неряшливо одета, это даже, ну, как бы, знаете, вот сказать неряшливо, это еще очень хорошо. Зловонный запах. Это вот животное, это немытое тело. Понимаете, она настолько вот была, ну, опущена мама до такой степени. У нее в руках был новорожденный ребенок, который был завернутый. Вот полотенце махровое, оно вот выглядело, как половая тряпка. Вот. И, естественно, как бы, мы сразу же это все увидели. Начали с ней беседовать, что как же получилось так, что ты вот в таком... Я все на месте, я все доведу до ума, я все постираю, я все сделаю. Но потом, когда выписали из больницы, вы дома навещали ее? Она указала нам адрес. Там дом, очень приличный дом. Сразу же возникло сомнение, да, что она не может там жить. На этот адрес ее доставила скорая. Все-таки отправила по этому адресу? Да, они туда сами ее отвезли. Вышла хозяйка, сказала, да, она у меня будет проживать. Но на следующий день врач с медсестрой поехали навестить ребенка на дому. А там никого, да? Там ее не было. На что хозяева ответили, что мама пошла гулять. Она к подружке с ребенком пошла гулять. Короче, тут она прикрывает. Медсестра участковая взяла телефон. Как связаться с мамой? У нее телефона нет. Хозяйка говорит, вы со мной связывайтесь. Я вам всю информацию буду давать. И предупредили, чтобы она обязательно появилась. Хотя бы в амбулаторию пришла с ребенком. Да. Да, она пришла. После выходных она явилась. Значит, в том же виде, как она была, так и она и пришла. Ничего не изменилось. Вот. И мы, опять же, насторожили в том, что ребенок не доедает. Вот. Алена, чем ты ребенка кормишь? Она начала рассказывать, что я даю малютку. Вот. Сколько ты даешь малютке? Она даже по граммам не могла определить. Она, вот я бутылочки вот столько даю. Ну, у тебя есть бутылочка? Есть. Ну, сколько ты даешь? Ну, вот так вот даю. А старшая девочка, как она выглядела? Значит, она нам сообщила при первом посещении, она сообщила нам, что у нее еще есть старшая девочка. Но при ней тогда девочки это не было. Галина Нестерновна, в какой момент вы начали действовать? Значит, выезжаем. Это была среда. Выезжает заведующая, выезжает участковая медстра и выезжаю я по этому адресу. На месте мамы не было. Опять вышел хозяин, на этот раз вышел. Он сказал, вы знаете, она куда-то пошла в больницу. Вот. Ну, какая больница, если это уже 4 часа, уже к вечеру идет дело. Ну, я сейчас ей позвоню в ее подруге, вот, и она ей переда, чтобы она вот пришла. Она пришла на прием. Опять же, ничего не изменилось в ее одежде. Агрессия у нее была, она прям такая настроена против нас была. Что ж там так было, как она выглядит интересна? Когда начали расспрашивать, ну, ты что-то придумала с питанием? Я кормлю ребенка коровьим молоком. Вот, потому что малыш, малютка пагубна. Она не сказывается, у нее живот болит, а вот у меня старшая выросла на молоке, и я буду молоком кормить. Ребенок на тот момент... Ну, насколько я правильно знаю, если я ошибаюсь, исправьте меня, то, по-моему, коровье молоком не очень хорошо подходит для грудничков, чтобы им кормить. Оно, по-моему, тяжелое очень идет для них. Вот. Это то, насколько я знаю. Было 19 дней. У нее вес был 2,700, при рождении вес 2,600. То есть она 100 граммов все равно набрала? Она 100 граммов набрала буквально за 2 недели, она набрала 100 граммов. Вот. На что мы, естественно, начали говорить. Алена, твоего ребенка... Ну, здесь штука такая. Во-первых, ну, родился ребенок с небольшим весом, но вот набрала за 2 недели 100 граммов. Это не так, как они описывают плохо, потому что я помню, когда у нас рождался сын, то есть говорилось, что может быть даже такое, что ребенок первых 2 недели вес может терять, потом он 2 недели этот вес может набрать. Если он хотя бы спустя даже месяц будет плюс-минус в том же весе немножечко больше, это не прямо уж аж так страшно, как это, типа, вот сейчас рассказывают. В дальнейшем, конечно, он уже не может терять вес. То есть он должен набирать, набирать. У нас как бы сразу набирал. Ну, типа, история вот спустя 2 недели, он набрал только 100 грамм. Ну, и что? Вообще, при рождении ребенок он теряет потом вес. Вот у нас даже Леха, помню, был 3... И вот даже когда рождается, он его сразу даже не кладут на весы. Я помню, что мы 2 часа ждали, потом его положили. Это был вес 3,340. И когда мы пришли на первое обследование, он весил что-то, по-моему, 3,100, если не ошибаюсь. Это был, по-моему, 4,5, 5 день после рождения. То есть он там потерял 200 грамм. Это было нормой. Что-то где-то так, помню, было, что какая-то потеря веса была, но это было окей. То есть там, а может, даже не четвертый, третий день, второй, третий день. Потому что на четвертый мы уже точно дома были. Ему уже, когда неделя была ребенку, он уже, вот когда ему была неделя, он вернул весь тот вес, с которым он родился. И нам врачи сказали, это охрененный результат. Типа, что он за неделю уже вернул там потерянную массу, и он сейчас активно набирает. У нас вот, по факту, в первый месяц ребенок набрал 1,2 кг, и сейчас он набрал тоже 100 кг за месяц. Ребенка был гнольный конъюнктивит. Она глазками вообще не смотрела. Сказали, что ребенка сейчас надо поместить в стационар, чтобы ее обследовать, чтобы ее немножко подкормить. Так, и что, мама, она согласилась? Нет, она сразу же вот агрессивно начала кричать, что никуда я не лягу, ничего. Вот, начала собирать этого ребенка, как бы уходить. Ну, приняла немножко мере, закрыла ее в кабинете, пока до приезда социальной службы. Начали с ней, конечно, работать, начали с ней разговаривать, начали ей объяснять. И дело в том, что мы же ей, как сказали, Алена, тебя не забирает, мы тебе пытаемся помочь. Так как ребенок был рожден на дому, и ей не могли выдать справку о рождении, надо было только через областное управление сделать эту справку. Ей надо было ехать в Днепропетровск. Алена, пожалуйста, оставь детей в стационаре, пока его будут обследовать, а ты сделаешь эти документы. Ты сделаешь документы, у тебя будут какие-то средства, ты будешь для существования. И все, жизнь твоя наладится. Социальные работники поговорили с ней, взяли ее в машину, мы свою личную служебную машину посадили и повезли ее в больницу, в стационар. Буквально через полчаса позвонила врач приемного покоя и сказала, что она просто завернула ребенка и быстренько убежала с приемного покоя. Ну, естественно, мы сразу же опять вышли на начальника службы в правах детей и оперативно среагировали. Подключили и органы подключили, милицию помогли нам, спасибо. И мы знали, что там искать по этому адресу, где она указала, ее нету смысла. А куда же вы поехали, где вы ее искали? Ну, поехали на свинарник. Галина Нестерина показала нашим журналистам место, где нашли маленьких девочек. Давайте его посмотрим. Честно, что же там за женщина или кто там такая, блин, покрывала, типа, как они описали, что там какая-то очень дорогая хата стояла там такая. Кто их так покрывал, мне интересно. Свинарник слышать слышали, но никогда здесь не были. И то, что могут здесь дети проживать, никто даже придумать не мог. Да. Заехали на территорию, увидели, конечно, кучу собак, которые пробегали, на нас лаяли, и ни одной живой души. И вот увидели, что здесь вот было все открыто, Настя, решили вот как бы сюда завернуть, посмотреть. Вот дверь открыта, все везде, эта грязь, везде вот эксперименты животных, вонь страшная, потому что все же это уже вредит. Представляю, да. Ну и мы начали проходить. Когда мы зашли, значит, здесь была куча бутылок пустых. Вот одна комната, вот. Явно, что здесь были животные. Уже хоррор здесь снимать нужно. Увы, потому что, судя по экспериментам. Вот второе тоже. То же самое, это же явно тут только животные могли проживать. Мы даже не думали, что это может быть еще что-то живое. Вот мы открыли дверь. Вот. И увидели, конечно, картина была ужасная. Куча навалена бутылок, хлама разного. Вот здесь, на этой кровати, лежал ребенок старший, девочка спала. Девочка, конечно, настолько была испугана. Она плакала, кричала. Хуй ужас. И вот здесь сидела мамка. Ребенок был полураздетый, без шапочки было. Ага, вот эта мамка. Но лица опять не видно пока ничего. Они разорваны, эти ползунки, спинка голая. Этот ребенок, ну, он, конечно, был охлажденный. Естественно, у нас уже как бы страшно было то, что вообще ребенок, может быть, он уже без сознания. Она пыталась ребенка всунуть в бутылку. И вот пыталась ее кормить. Мама сама была неадекватная. Но она вскочила, начала с этим ребенком носиться. Этот ребенок, ну, он же же ни голову еще не держит, ничего. Конечно, было страшно, чтобы она его не уронила, этого ребенка. Ну, соответственно, уже ребенка у нее мы забрали. Потому что была опасность того, что она может уронить его, этого ребенка. Это решено, что детей надо только изымать. Галина Нестерновна, а кто вам указал на это место? Почему вы отправились на это цивилизм? Показали снова кадры. Там были подрезаны. Там этих людей, у которых был указан адрес, где она должна проживать. Когда вышла хозяйка, я ей говорю, а вот почему эта Алена у вас проживает? Она говорит, вот, да я только с хороших побуждений ее взяла к себе. Так, вы, значит, забирали детей у мамы. Как Алена реагировала на все ваши действия? Она реагировала очень бурно, она не хотела отдавать, естественно. Она кричала, мы ей же предложили, мы же не детей забирать приехали, мы приехали ее уложить в стационар. То есть вы ей предлагали поехать вместе с детьми в больницу? Да, конечно, конечно. Мы ей сказали, Алена, собирайся, мы забираем Валю, старшую девочку, Вику забираем, и ты собирайся, едешь в стационар. На что она ответила, я не дам ни детей, ни лягу, ни сама. И она тогда вскакивает вот с этого, как назвать, кровати, начала с этим ребенком бегать. У меня просто душа ушла в пятки, потому что ребенок же маленький, оно вот за все висит, тем более оно спяче было. Вот. И в этот момент, естественно, уже социальные работники, милиция подошла, естественно, ребенка отобрали. Галина Невстеровна, ну, тем не менее, девочки сейчас в тепле и в безопасности, и вам спасибо огромное за то, что вы таким образом даже силой забрали с этого ужасного свинарника. Скажите, а почему эта женщина, мама, Алена, почему она одна? Она единственное только сказала, у меня муж приехал сюда работать. Кем приехал работать? Он приехал у меня работать здесь с лесарем. Так, а о родителях ее вы ничего не узнали? Нет, она единственное сказала, что девочка находилась у родителей, вот, но мы ее привезем. Мы разыскали родителей Алены. Оказалось, что они живут недалеко от Кривого Рога, но о том, что произошло с их дочерью и с их внуками, они узнали только от наших журналистов. Внимание на экран. Мы забрали детей. Про это поведомили социальные службы. С Аленой, но связку пока нет. Вы впервые от меня. Дочка похожа очень на маму вообще, прям копия. Схозы, бачу на очах. Как вам такая новина? Вы ожидали, что такое может случиться? Нет. Почему я ее спросила, про человека? Почему так случилось? Понятное, не могу. Понятно. А нам отдадут детей? А вы хотите этого? Да. Мы забираем детей. Мама Алены, как только узнала, что случилось с внучками, решила приехать к нам на программу. Встречайте, Жанна Пономаренко. Здравствуйте. Я приехала, чтобы забрать своих внуков и воспитывать их. Почему же вы ничего не знали? Тут она, конечно, на стиле пошла. Как живут ваши внуки, где живут ваши внуки? Варюша была у нас, она провозила ее. А когда вы в последний раз видели Алену с детьми? Варюшу она все 2-4 месяца назад забрала. А в последний раз мы ее бачили в больнице в широкой, в детской. Младшую как зовут? Мы не знаем. Мы как были в больнице, я у нее испытала. Алена, а как ты назвала? Я еще не назвала. Так, то есть вы не знаете, как зовут ваших внучек? Тащеньку мы знаем, Варюша. Нет, свидетельства нет на ребенка, но она дала ей имя Виктория. Варюша, может, да? Но она зарегистрирована сейчас? Нет, ребенок не зарегистрирован, потому что роды были на дому, и надо через областное управление делать эти документы. Жанна, вы знали, в каких условиях живет ваша дочь? Нет, мы не в курсе вообще, где она жила. Но вы не интересовались, это же ваша дочь. Мы хотели поехать, где он живет. Он сказал, что у него есть тетка. Кто он? Ну, это человек, Альона. Жанна, почему вы ничего не знаете про жизнь вашей дочки? Она не хочет, но почему была. У вас какой-то конфликт был, вы через что-то посварились? Нет. Не было? Вам просто не интересно, как живет ваша дочка? Нам интересно, как она живет. Но она не хотела, но не хотела Варюшку сюда. И с Варюшкой и Мару. Жанна, скажите, пожалуйста, вы работаете? Да, она путается. Она не знает, что она живет. Она не знает, что она живет. Как она научилась? Хорошо. А что же тогда с ней сталося? Почему она так замкнулася от вас? Не знаю. Это как только расписалась с этим, что это другую доньку родила, внучку. И все. И вот это вот так и пошло. Это первый человек или второй? Другой. А второй человек и где? Другой человек, я не знаю. А то как уехал и все. То есть он пропал, уничтожил, она осталась у нас двумя детьми. И до вас чего-то не пошла? Нет. И вы не знали, что она родила другую доньку? Ну вот, что она в больнице находила? Мы не знали, нам сообщили. И мы тогда на второй день поехали в больницу широкую, чтобы проведать. Жанна, я обратил внимание, когда вам журналисты сообщили о том, что случилось с вашей дочерью, с вашими внуками, вы просто, ну, вы молчали. То есть для вас это действительно было шоком? Вы не ожидали, что так может быть? Да, это шок был для нас всех. Мы не ожидали этого. Мы вообще не могли подумать, что так может статься. Я предлагаю сейчас еще раз посмотреть, где в последнее время жила Алена. Посмотрите, где жила ваша дочь. Это тот самый свинарник, да, Галина Нестерова? Да. У вас условия проживания лучше, чем вот эти? Конечно. Почему тогда ваша дочь выбрала вот это помещение для себя и своих детей? Они жить с вами, да? А не пошла к вам? Я не знаю. Не знаю. Она, видишь, что за ним побегла. Я так понимаю, придет потом дочка и скажет, да, эта мать меня клепала, да они там то-се. Но я уверен, что там история будет тоже такая. То есть она его любила? Ну, видно так. Похоже, что она больше Егорю была, чем своих детей. Теперь, ну, вы понимаете, в какой грязи, в какой антисанитарии находились дети. Причем, тоже важный момент, что старшая девочка, Валя, да, она была побита, она была в синяках. Валя тоже. Мы попали один раз и забрали детей, вот в этот момент. Вот, когда мы вот попали сюда, мы детей просто-напросто выхватили у нее, да. Это было, как бы, может быть, немножко... А так званые господарь, как вы говорите, господарь, вот, и они видели какого-то человека? Нет. А почему вы им... А им можно было это привезти и показать? А как? Мы же их селком не привезем. Ну, давайте послушаем, что говорит сотрудник милиции. В действиях Алены Шевчук усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Украины. Это злостное невыполнение родительских обязанностей, вот, что повлекло за собой тяжкие последствия. В данный момент Алене Шевчук грозит наказание в виде 2-5 лет лишения свободы или ограничения свободы на такой же срок. Отец этих детей тоже пользуется сомнительной репутацией, так же, как и жена употребляет алкоголь в больших дозах. Я не удивлен, в больших дозах. На момент изъятия детей и осмотра помещения, то есть его не было рядом. После этого данный человек совершил более тяжкое преступление, в результате чего в настоящее время разыскивается работник милиции. Жанна, вы знаете, за какое преступление разыскивают вашего зятя? Не в кусе даже. А с дочкой сейчас вы созваниваетесь, поддерживаетесь? У нее и не мое телефона. Вы не знаете, где она? Она то, как уехала, за ним. Понятно. И все. То есть дети сейчас находятся где? Матча девочка находится в стационаре, в детской больнице, до определенного времени, пока будут те же документы, свидетельство о рождении будет сделано. Так, но ее жизни ничего не угрожает? Нет, ребенок прекрасный, прекрасный. Я лично видела, когда ей исполнился месяц, ребенок набрал 450 грамм буквально за неделю. Супер, это прям очень хорошо. Сословный сестер говорит, кушает, девочка спокойная, кушает, улыбается даже. Ну, это просто, знаете, как ребенок попал в рай. А старшая девочка где? Старшая находится в приюте, вот, ребенок тоже. Я ее не видела, но социальный работник ездила туда, то она говорит, это прелесть как девочка, она развита, она очень хорошо разговаривает. А мама к девочкам приходила? Она приходила вот к нам в амбулаторию в тот день, когда забрали детей, она прибежала буквально. Мы вернулись с больницы с заведующей, возвращаемся в амбулаторию, нам же звонит регистратор, срочно приезжайте, потому что пришла Шевчук, выбивает нам тут двери, буянит, все. Мы приехали, я говорю, Алена, все, ты уже как бы, ты можешь поехать сейчас к детям своим, твои дети лежат в стационаре, поедь к детям, нет, я туда не поеду. Что ты хочешь, давайте мне главного врача, давайте мне всех, я говорю, ну, сейчас. Она опять же начала к заведующей там драться, лезть, на что я вызвала, естественно, милицию. То есть, а где она сейчас, вы не знаете? Нет. Ну, наша съемочная группа искала Алену, давайте посмотрим сейчас, чем увенчались эти поиски. Добрый день, меня зовут Наталья, это канал Интер. Вы не знаете, вот Алена жила в Черноморске, 58, такую девчину. Тут у нас нет даже фамилии такой. Нема. Ви на цій улице живете? Да. А не знаете, вот тут Альона Шевчук не з'являлася на Черноморске, 58? Тут вот этот забор, и до конца такого не было. А вы не знаете такую Шевчук Альону? Вона у Святланы з'являлася на Черноморске, 58? Ні. Може, бачили тут дівчину з двома детьми, в ней новонароджений і трехрічний дівчинок. Вона в ферме вот там жила? Да. Вот так ви до них їдіть, вони там про онку все знают. А ви не знаєте? Не бачили ви таку дівчину? Не, да? Не бачили. Тут слышали некоторые, они, да? Колись ходила, да? Ну, возможно, еще от того, что когда приезжали, там органы разные. После рекламы в нашей студии мама-сестричек. Хочет ли Алена Шевчук вернуть своих детей? И как она, в принципе, объяснит свой поступок? Узнаем через несколько минут. То есть все-таки ее нашли? А че мама-сестричек? А, ну дочерейка. Это ток-шоу касается каждого темы эфира «Животные отношения». И все-таки нашим журналистам удалось найти маму-сестричек. Алена Шевчук приехала к нам на программу. Я приглашаю ее сюда. А ну давайте. А ну. Ну, на маму похоже. Вот прям Генны мамыны очень... Что у нее одна дочка показывали лицо, что вот это похоже-похоже. Прям тут отдельно, я так понимаю, все же, да? Я тебе детей не отдам. Никуда от отдельности. Не отдам. То есть вы знаете, что ваша мама готова забрать детей? Вы их не готовы отдавать? Нет. Она меня бросила на отца и бабушку. Я тебе не бросала. Бросала ты меня. Меня вырастили отец и бабушка родная. Совсем. Но тогда почему вы поселились с детьми в сарае для скота? Я приехала по мужу, чтобы его забрать. А сколько времени вы там жили в тех условиях? Ну, недолго. Ну, с восьмого числа. Я приехала, я девятого родила. А где родили, кстати, вашу младшую девочку? Муж принимал там роды. Где? Вот там же? Да. Приехала как раз. Вот там, да? Да. Как по мне, все по санитарным формам. Муж принимал роды у вас. Да. Это полная антисанитария. Да нет. Это холод. Это грязь. Это свежий воздух. Будучи с мамой не в ладах, но лучше жить в доме. Хай воно там кричит мама. Я тоже крикливая мама. Там факт, что жить нельзя. Хатка маленькая. Одна комната. По какой причине вы оказались в такой ситуации? Работу искала. Нашли работу? Нет. Сейчас нет. А вы 9 месяцев были беременной. Вы где-то стояли на учете? Стояла на учете. Почему же вы тогда рожали вот в этом сарае, в свинарнике? Получается, я приехала по мужу, и так получилось, что не подсчитала правильно срок. Потом уже, когда вызвали скорую, когда вы попали в больницу, и когда врачи вам предлагали остаться там, все необходимые условия были. Почему вы не приняли это предложение? В роддоме мы пролежали 3 дня. Нас выписали в Широкинскую детскую больницу. Там я почти неделю пролежала. А где должна была находиться 28 дней? Есть в карточке ее расписка, что она отказывается находиться в стационаре. Наши журналисты побывали в Широкинской детской больнице, где Алена с новорожденной Викой проходила лечение. Давайте послушаем, что сказали нашим журналистам. Пологи были передчасные. В день лягла с детьми спать и проснулась от того, что в ней были живы, и начались пологи. Человек пологи принял и вызвали швидкую помощь. Ей доставили в первый полог. Давайте по рассказу. Из первого полого дома города Кривого Руга была переведена с детьми до нас в педагогическое отделение. Детина была переведена в связи с профилактическим лечением по инфекционному заболеванию матери. За час перебывания неодноразово взрывалась, можно сказать. На сумках сидела, в дита, дитина, сама вона, иду и все. Деякий час вона навіть не давала дитине давати медикаменты. Алена, объясните, пожалуйста, почему вы не подпускали врачей к вашему ребенку? Потому что некоторые медсестры сильно начинали за ребенком ухаживать. Это мне не понравилось. Но вы же понимали, что эта помощь не... Мне не понравилось, что медсестры начали ухаживать за ребенком. Я разные, конечно, причины слышал. Адима, вашему ребенку. Так, то, что начинали сами переодевать ребенка. Какой ужас, согласен. То, что я хотела ребенка переодеть, заместо меня переодевали медсестры. Так она тебе, может быть, хотела показать, как уход за ребенком, осуществлять уход за ребенком. Ирина, скажите, пожалуйста, мама, в принципе, она может отказываться от назначений, которые делают врачи ее ребенку? Есть случаи, когда мамы отмазываются от лечения. Есть случаи, когда мамы оставят медицинские заклады. Но в этом случае должны действовать и лекарства, соответственно. Если они видят, что есть неадекватная поведение родителей, они должны негайно сообщать. И службу о справах детей, и соответствующие органы, милиция, чтобы реагировать. Алена, вы знаете, где сейчас ваши дети? Ребенок меньше, я в Якуске увидела во второй горбольнице. Вы знаете, что там с ней? Почему она в больнице? Я у нее была, я ее видела. Когда я спросила, где старшая, на что мне врачи ответили, что старшую перевели. И мне не показали ни документы, не сказали, куда ее перевели. Можете ответить на вопрос, кто ее побил так, вашу девочку? Хорошая мать, значит, ты такая. А ты вообще молчи. Алена, послушайте, а что сказал социальный работник о дальнейшей судьбе ваших дочерей? Если мама не поймет о том, что ей дети нужны, конечно, это придет все к тому, что нужно лишить родительских прав, а впоследствии потом помещать детей в семейные формы воспитания. Значит, смотрите, если бы она была заговорчивей и понимала эту всю ситуацию, тебе что, было сказано, что тебя детей забирают? Тебе рассказывала, Алена, это делается для твоего блага, чтобы ты ложись с детьми в стационар. И Валю ложи, и маленькую ложи. Было так сказано. Ты молчишь. Потом тебе сказали, не хочешь ложиться, занимайся документами, езжай и делай документы, дети могут находиться пока в стационаре. Ты же вообще не шла ни на какой контакт. Вот, как она сейчас разговаривает, вот так точно, она кидалась, она бросалась на заведующую. Я не кидалась. Голос я повышала, но я не кидалась. Когда вы оказались в больнице с младшей вашей девочкой, с Викой, кто в этот момент был со старшей девочкой, с Валей? Муж. Не ладошка, это даже не ремень. Я не знаю, чем можно было бить ребенка. Содечко мое, я понимаю, что очень сложно с тобой разговаривать, потому что ты, напевно, не понимаешь всего жаха, который происходит вокруг тебя, и в каком жасе ты живешь и народила этих детей. Бог до тебя стукает, стукает, стукает через хороших, порядных людей. Треба спасати твоих диток. Ты сама себе не хочешь спасти, ты не хочешь спасти свою семью. Ты не можешь, тебе треба допомогти також, тебе треба поликувати трошки. За день до нашего эфира, нашей редакторской группой, связался муж Алены. Он действительно уверен, что он находится сейчас в розыске. Но, тем не менее, он нашел в себе силы, он приехал сегодня сюда, готов выйти в эту студию. Как он утверждает. Так его уж там должны сразу запаковать, если милиция его разыскивала и так далее, то они там уже ждут его. Чтобы защитить Алену, защитить своих детей. Я предлагаю выслушать этого человека. Я приглашаю Николая в студию. Я так понимаю, там, наверное, его уже ждут за дверями. Николая. Николай, вы, во-первых, действительно в розыске находитесь? Не, ну на данное время, допустим, как мне люди говорят, ну вот так, что я в розыске. На данное время я не в розыске. А за что вас может разыскивать милиция? Ну за что, что я, допустим, там, вкрал что-то там, допустим, две телята, моторы, чтобы приключить себе дома, допустим, свет провести. У меня есть дом, огород, все полностью. Вы считаете, вас могут подозревать в причастности или непосредственно в участии в воровстве какой-то? Где собирались жить? В Сиповском, в Широковском районе, село Сиповое. То есть у вас что, там дом? Да. А почему вы оказались вот в этом сарае, в этой свиноферме? А почему мы оказались? Потому что вот как раз эта ситуация, когда произошла, что мне пошли слухи, что меня и разыскивают. Ну вот так. Я просто собрался, уехал. Мы дочь отвезли к родителям, вот так, отвезли. Мы поехали работу шукать, чтобы, допустим, шукать работу, я сказал Алене, так, мы находим работу, я зарабатываю деньги, я подключаю тебе свет, ты живешь. А я поехал дальше на работу шукать. Значит, именно по этой причине Алена не рожала в роддоме, а рожала в этом сарае, потому что вы скрывались, да? Я ей позвонил, чтобы она приехала. Она приехала ко мне 8-7 числа, вот так. Я сказал Алену, когда тебе нужно ложиться в больнице, еще рано. Когда я, допустим, после суток, как я охранял, после суток пришел в дом, то лег спать. Я услышал крик дитины, ну Вали старшей. Алена лежит, что такое, он говорит, я рожаю, я говорю, что ты, ну, такое-такое. И Валя, старшая дочь, сидела и плакала. И сразу дала имя, ну, дитя, Викуся, сразу и называла. Когда родилась у вас уже Викуся, да? Алена с младшей дочерью попала в больницу. Да. Кто за старшей присматривал за Валей? За старшей, хозяйка, где мы работали, хозяйка забрала. Значит, вы им доверяли ребенка, да? А почему вот такое вот получилось? Я, конечно, этого не видел, кто ее смог сбить. У ребенка откуда вот эти синяки? Вот слушайте, она как приехала из больницы. Ребенок был у этого человека. Тогда что, вот эти хозяева, они могли побить ребенка? Находится на том, что они могли, ну, так. Я на ребенка руку не поднимал никогда. Когда мы привезли на приемный покой детей, начали осматривать старшую Валю. И смотрю, у нее над глазиком синяк. И я говорю, Валя, а что у тебя за синячок? И она сразу же схватилась за руку. Я говорю, и что, здесь тоже? Начали смотреть на руке тоже синяк. Короче, ребенок признался, что избила батя. Мы ее не были. Хорошее у вас объяснение. Смотрите, вот бабушка Жанна предлагала, почему к ней не поехали, почему туда не пошли. Хотя бы уже в тот срок, когда вы понимали, что вот-вот могут начаться роды. Алена, моя жена, там находилась. Когда я работал вообще у другого человека, вот так, участника работал, она ко мне ночью приехала. А почему приехала? Потому что сказал, что ее батю избивал. Это не так. Они забрали детскую... Она уже с животом ходила? Да, они забрали детскую карточку, чтобы Алена не могла деньги получать. Отец забирал. А знаете вы что? Бабушка Жанна сюда приехала, чтобы забрать детей. Знаю. И как вы к этому относитесь? Я не отдаю детей никому. А я ей питать не буду. А почему? Потому что она здесь сидит и прилюдно говорит, что я не пью нигде ничего. Да, я не пью. Вот так. А когда туда приехать и посмотреть, как там обстановка жизни, ну вот мы поехали и посмотрели, какая обстановка у бабушки Жанны и у ее дедушки. Давайте посмотрим, где они планируют растить внучек. Внимание. А ну. А, там тоже хай-тек прям. Лена с внучкой приезжали. Окна вижу. Классные. Можете зайти подивиться. Это у нас спальня. И тут мы спим. Там Оксана сейчас спит. Не, ну лучше, чем в свинальнике. Сам Ася. Внимание. Для Алены, для нас, для внучки. Это и играшки. Это Алена. Как там холодно зимой. Мы варим и литом, и зимой. Тут я сплю. Вот тут у подоконника стояла. Алена Тори тут готовила. Есте. На цей кухне. Захотела. Больше самостоятельно жить. То жила отдельно. Это моя дитина. То есть окон вообще нету. Если бы она попросила помощи, я не відмовил никого. Батя Аватар видно. Жанна, то есть вы считаете, там есть место для детей, достаточно условий, чтобы они там были? Есть место. Будет хорошо детям, да? И как вы думаете, вам этих детей доверят? Конечно. Были, что они жили? Давайте сейчас выслушаем одну женщину. Это ваша соседка Наталья Лой. Она приехала на эту программу. Не просыхая. АПЛОДИСМЕНТЫ Маленькая была Алена. Ей было около двух месяцев. Мы играли с детьми около двора. И мы слышали, как маленькая Алена, она буквально три часа плакала. И уже я, будучи ребенком, я уже просто не выдержала. Я говорю, девочка, ну не может быть, чтобы ребенок просто так плакал. Три часа. Я уже просто слышала, как она заходилась. Было такое чувство, что она вот-вот уже просто задохнется или умрет. И я не выдержала, пошла первая девочка, уже естественно пошли за мной. Мамы дома не было. На столе куча грязной посуды, мухи, закисшая детское питание. А Алена лежала, будучи двухмесячным ребенком, это какая-то там кушаточка или лежанка в лохмотьях. Вся в лепу, липкая. Наташа, ну хорошо бы Владь бы научилась. Жара, Жара, Алена. Хорошо бы Владь научилась, да? Это правда, да. Она еще вся в мухе зеленые. И на ней уже в глазках и в ушках копошились черви, выборчатый момент. Да. И ребенок отвечал от того, чтобы, представьте, вот это движение, все было на ней. Они побежали искать маму. Мама под магазином пила пиво. Ну, по-не видно было. Почему же сейчас Алена, которая уже выросла и сама мама, она выбрала свинарник вместо родительского дома? Потому что у нее нет элементарного. У нее нет навыков. Она не впитала. Ее никто этому не научил. Она ведет тот образ жизни, который ей заложила мама. В этой семье есть человек, которому дети не безразличны. Это тетя Вали и Вики. Она тоже приехала сегодня на программу. Оксана Пономаренко. Пожалуйста, не забывайте у нас детей. Я вас очень прощу. Это вторая. У Тихо и Става лучше. Дочка. Где? У вас? Да, у нас. Вы справитесь с ними? Да, мы справимся. А вы работаете или учетесь? Нет. Не первая, не вторая. Не работаю. Оксана, я так понимаю, вы проживаете разом с мамой, да? Да. И с вашим батьком? Да. Кто у вас работает в родине? Никто. Никто не работает. Папка получает пенсию. А как вы будете детей выховывать? Мы все можем. Мы все... Я знаю, что я и нянча. Скажите, Оксана, а почему у вас такие отношения в семье? Вот я смотрю, вы даже сейчас две сестры, а вы голову даже друг на друга не поворачиваете. Бо я ее не хочу и бачить. А почему? Потому что... Ну почему? Она просила на меня валюшку. Вы говорите, что она кидала ваша сестра на вас деток. А сейчас вы этих деток хотите, у вас поменялись отношения к этих детей? Да. Поменялись. Вы теперь их любите. Вот же вы впевнение, что вашим племянницам будет добро зван. Да. Сейчас о ваших племянницах, о сестричках Вали и Вике заботятся чужие люди. Давайте посмотрим, как девочки себя чувствуют в этом окружении. Внимание. За эти вот две недели никто ребенком не интересовался. Этот ребенок для мамы не интересен. Девочка спокойная, хорошо кушает. Боже, у нас очень удобно здесь. У нас есть более горячая вода постоянно. Детей постарше у нас есть ванночка, а вот таких маленьких вот закрывается у нас вот эта вот пробочка. И прямо здесь не нужен кубок. Ну, помимо того, что нужен ежедневный уход за ребенком, питание. И, конечно же, никак не обойтись без любви и заботы. А то дети страдают от непутевых родителей. Эмоциональный фон девочки был нестабильный. Девочка была тревожная, плаксивая, боязкая. Вот в ней в очах был такой какой-то взгляд, совсем не дитячий. И была какая-то боязкая, вот такая тревога. Валечка говорила, что мама ее била, ее ображала. Тут у нас тепла атмосфера, увага, безопасное оточение. Дитина проживает, согласно всех режимных моментов, то есть она очень хорошо ест, хороший аппетит, сон, общение, игрушки. То есть, дитина себя чувствует защищенной. Алена, все мы заметили, тетя Оксана плакала, папа Николай расплакался. Алена, вы даже глаза иногда отворачивали, просто вот так вот смотрели безразлично как-то. Просто я сдержалась. У меня такое чувство, что тут батя уже сидел. У вас есть шанс вернуть ваших детей, но при одном условии. Вам нужно дать какой-то определенный срок, для того, чтобы вы создали условия, которые будут не хуже, чем в этом учреждении, где были ваши дети. И вот тогда я вам гарантирую, я сделаю все возможное, чтобы ваши дети были с вами. В противном случае я буду первый отстаивать то, чтобы дети попали в нормальную семью. Договорились мы с вами? Договорились. Послушайте, а что сказал социальный работник? Мы региструем ребенка под именем папы и мамы, то есть так, как это положено. Вот, естественно, это дает возможность родителям все-таки вернуть ребенка. Сегодня можно было бы предоставить общежитие для проживания, для того, чтобы мама нормально могла заниматься своими детьми. Все-таки это родная мама. Но ни единого шага навстречу к своим детям эта женщина не сделала. Понятно. Вам дают шанс, детей сейчас регистрируют с вашими именами, без вашего, по сути, участия. Вам дают шанс, да, это беспрецедентный случай. Вы должны просто создать условия. Вы понимаете, о чем речь идет? Нет условий, вам общежитие предлагают. Но не свинарник этот страшный. Единственное, что от вас требуется, это действительно захотеть получить эту помощь и желание, да, действительно, желание получить эту помощь, если вы правда хотите вернуть детей и хотите жить счастливой семьей. Вы готовы на это? Да. О, это уже нравится. Да. В начале передачи вы были совсем по-другому настроены. Знаете, ребята, вы имеете такое богатство, вы даже, мне кажется, вы не представляете себе. Такие дети у вас. Это же как надо не любить свое дитя, чтобы поселить в сарае для скота. В голове это просто не укладывается. Важно понимать, что негативный пример матери может заставить в будущем женщину действовать так же, вопреки всем материнским инстинктам. Об этом важно помнить. Дети, это касается каждого. Ну, вот и конец. Не знаю, конечно, ждали ли там полицейские того чувака, чтобы все-таки, что его же как бы разыскивали. Ну, а по факту, да, то есть там вот а-ля бабушка, которая воспитала такую дочь и так далее, то есть пришла вон а-ля ребенок рассказывает, какие условия жизни были, то есть она в таких условиях и росла. И ясно, что для нее, типа, это норма и так далее. Ну, это трэш, конечно. Боже, вот я такую хату, конечно, не видел. И там еще рожали. С радостью прочитаю ваши комментарии. Как всегда, получился у нас трэшовый выпуск. И увидимся в новых выпусках. Касается каждого. Если есть рекомендации, что посмотреть, то пишите в описании. Ну, только проверьте, чтобы я этого не смотрел. Всем пока.